Привет-привет, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Климова, и добро пожаловать в русский подкаст только на русском языке. Если вы в клубе «Русская дача», вы получаете видео и подкасты каждые пять дней, и также вы можете прочитать полную транскрипцию этого подкаста. Смотрите, читайте о клубе у меня на даче. Дорогие друзья, я этим летом много путешествовала. Я очень рада, что это было возможно, несмотря на пандемию. Я была в Польше, в России, в Армении только два дня и десять дней в Грузии. Грузия — это страна, которая раньше была в СССР. Столица Грузии — это Тбилиси. Я думаю, что я ещё буду в блоге писать об этой стране и в Фейсбуке у себя, и в Инстаграме, и, конечно, говорить в подкастах и в видео, потому что мне там очень-очень понравилось. Кстати, в Грузии 55% людей говорят, что они хорошо говорят по-русски, поэтому там вы можете тоже практиковать русский язык. Но, конечно, это неофициальный язык там, и важно знать несколько фраз на грузинском. И в Грузии я встретилась с несколькими своими слушателями и тачниками. Например, я встретилась с Нелли. Привет, Нелли! И с Брюгге, из города Брюгге в Бельгии. И Нелли мне сказала интересную вещь. Нелли — она преподаватель русского языка, то есть она сама учитель русского языка. И она сказала, что ей и её ученикам интересные темы, где можно спорить и где можно дебатировать. То есть одни люди думают так, другие так, и может быть дискуссия. Кто-то против, кто-то за. Мы можем какие-то аргументы за и против приводить. Приводить аргумент, значит, говорить какой-то аргумент. И я думаю, что это интересный формат, хороший формат, потому что когда у нас есть наша позиция сильная, у нас есть эмоции, и когда есть эмоции, нам лучше и проще учить новые слова. Поэтому сегодня у меня такая тема — это быстрая мода. Давайте начнём. Что такое быстрая мода? Ну, это русский перевод английской фразы fast fashion. Fast fashion — быстрая мода. Может быть, вы уже слышали об этом, может быть, нет. Я вам расскажу, что это, как определение быстрой моды. Определение — это когда мы говорим конкретно, что это определение. Потом мы посмотрим на аргументы за и против быстрой моды. И в конце я вам скажу мой опыт, то есть мою историю с быстрой модой, с модой, и как я для себя вижу эту проблему быстрой моды. Ну что, быстрая мода — это когда мы покупаем одежду. Одежда, вы знаете, это может быть футболка, свитер, джинсы. Это одежда. И у быстрой моды есть характеристики. Какие это характеристики? Первое — это такой быстрый ритм, что всё время есть новые тенденции, новые коллекции. И что люди, покупатели... Покупатель — это человек, который покупает, да, даёт деньги. Даёт деньги и получает, например, одежду. Покупатели всё время хотят купить что-то новое, следующую коллекцию, новую коллекцию, новую вещь. Такой быстрый ритм, много новых тенденций, новых коллекций. Этот принцип, он идёт из 60-х годов, из США, из Америки. И это принцип быстрого ответа. Быстрый ответ — это такой экономический термин. Быстрый ответ значит, что компания, фирма должна быстро реагировать на то, что хочет потребитель. Это очень хорошее слово, полезное. Потребитель. Потреблять, потребить, потребить — значит, что-то покупать, что-то использовать, покупать-использовать. Например, мой компьютер потребляет много электричества. То есть для его работы нужно много электричества. В этой стране не потребляют много хлопка. Хлопок — это текстиль, материал. И потребитель — это человек, который покупает что-то. Товарь, обычно это компания, фирма может сказать, что наши потребители. То есть это люди, которые покупают наши товары. Товар — это что мы продаём. Но для меня это такой немного негативный термин. Например, я никогда не скажу, что мои слушатели — это мои потребители. Потому что есть такой нюанс, как нет контакта с людьми. Мы делаем маркетинг, и они покупают, и всё. То есть потребители. Да, значит, быстрый ответ — это когда потребители что-то хотят, есть интерес, и быстро-быстро компания может произвести какую-то вещь. Производить, произвести — это значит сделать в индустриальном контексте. Производить, произвести — очень важный глагол. Также ещё одна характеристика быстрой моды — это низкая цена. Низкая цена. Цена — это сколько мы платим. И низкая — значит немного. Да, это интересно. Когда я приехала во Францию уже давно, я пошла в магазин, и это было в августе. Я пошла в магазин, который назывался «Пимки». Да. И все мне говорили в России, что Франция — очень дорогая страна. Это правда. Ты не сможешь там ничего купить. Лучше всё купить в России. Я, правда, из России привезла много-много вещей. И вот я в августе пошла в «Пимки». Я была в шоке, когда я увидела, что там футболка стоила 3 евро, 4 евро. Это, может быть, в долларах сейчас 5 долларов, да, 4 доллара. Я подумала, а, не такая плохая страна, Франция. Да, ну, это были... Это был август, и август во Франции — это период, когда есть распродажи. Распродажи — это когда вещи стоят не так дорого, как раньше, дешевле, чем раньше. Это распродажи. Я была в такой момент, когда были распродажи в недорогом магазине. Но да, это вообще характеристика быстрой моды, низкие цены, и все хотят, все компании хотят делать ещё дешевле, дешевле, дешевле и дешевле. И как они делают это, как они могут продавать так дешево, то есть недорого? Потому что люди, которые производят эту одежду, делают эту одежду, они получают очень мало денег. Это недорогое изготовление. Изготовление — это процесс, когда мы делаем что-то, изготовление, мы делаем одежду. И также, почему ещё можно делать так недорого эту одежду? Потому что у нас теперь есть синтетические материалы — полиэстер, нейлон. Раньше материалы стоили дорого. Хлопок, лён, шерсть. Слушайте мой подкаст о текстилях, о тканях. А сейчас есть эти синтетические материалы, которые не такие дорогие, как раньше. Ещё одна характеристика быстрой моды — это тот факт, что эта мода одноразовая. Одноразовая. И для меня это самый такой ужасный, ужасная характеристика. Одноразовый, одноразовая вещь — это вещь, которую мы используем один раз. Например, маска, может быть, одноразовая. Что ещё? Ну, много вещей, да. Фотоаппарат одноразовый. Конечно, обычно одежду мы не носим один раз. Но я знаю людей, и вы знаете, может быть, вы такие, когда мы носим вещь один раз, и потом нам больше неинтересно. Это одноразовая мода. Какие фирмы, какие бренды самые такие активные в сфере быстрой моды? Это, например, Zara, испанская фирма, H&M, Topshop, например. Они считаются, они считаются лидерами быстрой моды. Они считаются лидерами, значит, люди, все говорят, думают, что они лидеры. Человек, который открыл магазин Zara, фирму Zara, его зовут Amancio Ortega, испанец, он считается, он считается таким лидером быстрой моды. Он придумал принцип быстрой моды. Вот, ну, например, Zara, Zara, она работает в очень-очень быстром ритме. Вначале, когда этот человек, Ortega, он открыл Zara, магазины были в Америке, а производство, производство, это место, где мы делаем одежду, завод. Было в Испании, в Галиции, в Галисии, в Галисии. И там можно было очень дёшево делать и продавать дороже в Америке. Вот такой был у него принцип. Сейчас это похожий принцип, только они делают, я думаю, в Бангладеше, в Китае и так далее. Ежегодно, то есть каждый год, Zara делает больше 30 тысяч единиц одежды. Единица, единица, это значит один, и это значит новая модель. Это может быть свитер, футболка, тоже аксессуары, сумка, например, шляпа. Это всё единицы. И 30 тысяч новых единиц. Вау, это очень много, да? У них 1600 магазинов в 58 странах. И действительно, правда, если мы смотрим ритм новых коллекций, раньше в моде было две коллекции. Я думаю, я не знаю, весна и осень. Я не специалист, но я знаю, что было две. А сейчас новинки. Новинки, значит, новые вещи, новые товары. Товар – это что-то, что мы продаём или покупаем. Это новая коллекция. Это каждые 4-6 недель, то есть каждый месяц. Онлайн каждую неделю. Сейчас мы можем купить онлайн и онлайн коллекций ещё больше. И новинки в Заре, например, на сайте Зары, новинки два раза в неделю. То есть каждую неделю есть что-то новое. Вот, дорогие друзья, это характеристики быстрой моды. Это недорогая мода, очень быстро меняются коллекции, то есть каждый месяц новая коллекция. Обычно недорогое тоже производство, то есть кто делает эту одежду, они не получают много денег. И это одноразовая мода, то есть люди обычно носят несколько раз, и потом эта система маркетинга сделана так, что мы хотим опять купить что-то новое. Давайте посмотрим аргументы за и против. Если вы работаете в группе с подкастами, или если у вас есть друзья, которые тоже изучают русский язык, попробуйте тоже вместе найти аргументы за и против. Аргументы за я нашла не очень много, но я нашла. Ну, конечно, есть аргумент, что эти бренды получают очень-очень много денег, я очень рада за них, но не уверена, что это достаточно. Ну, аргумент за. Все могут позволить себе модно одеваться. Позволять, позволить себе что-то, значит, мы можем купить что-то. Например, он может позволить себе покупать новую машину каждые пять лет. То есть он может... у него есть деньги. Она может позволить себе отдыхать в Европе. То есть у неё есть деньги, чтобы отдыхать в Европе. Я могу себе позволить, значит, я могу заплатить. У меня есть деньги. И раньше я думаю, что модную одежду, красивую одежду могли себе позволить только богатые люди. Сейчас одежда быстрой моды, она имитирует, копирует высокую моду от кутюр. И каждый может себе позволить такую имитацию высокой моды. Одежда недорогая. Каждый может купить себе недорогую одежду. Также можно сказать, что в этих компаниях работают очень креативные люди. Всё время что-то новое, интересное. И нам, людям, нравится, когда что-то новое и много разной одежды. Хотя я должна сказать, что я вам в конце скажу о себе, как я покупаю одежду. Но мне кажется, что все бренды, все марки, они копируют друг друга. И в результате эта одежда, все эти коллекции не такие разные. Они все похожи в конкретный момент. Ещё один аргумент за быструю моду. Что она даёт работу людям? Все эти компании, там работает много людей. Я смотрела документальный фильм о быстрой моде. Называется The True Cost. Настоящая цена. И там они, я думаю, там они цитировали одного экономиста, который говорил, что... А, да, в бедных странах, в Бангладеше, например, люди получают, не знаю, 10 долларов в месяц, но для них это такие деньги большие, вау! Это для них счастье работать на Zara или на HM. Вот можно сказать такой аргумент. Мои аргументы закончились, их не так много. Конечно, если вы работаете в такой компании, она даёт вам работу, зарплату. Для вас, я думаю, это как позитивный эффект быстрой моды. Аргументы против. Какие есть аргументы против этой быстрой моды? Ну, сейчас все говорят, что это неэкологично. Это очень-очень неэкологично. Эта модель нас толкает покупать больше. Толкать, толкнуть, это когда, как такая агрессия есть, мотивация, мотивация, агрессия, толкать. Это меня толкает покупать. Или все мои друзья говорят по-русски, это меня толкает тоже учить русский. Толкать, толкнуть. Быстрая мода нас толкает покупать больше, поэтому мы потребляем больше. Ещё раз, потреблять, потребить, значит, использовать, покупать. Например, Википедия пишет, что жители Нью-Йорка выбрасывают 200 тысяч тонн одежды в год. Выбрасывать, выбросить, вы знаете, когда нам что-то больше не нужно, мы выбрасываем. Да, 200 тысяч тонн одежды, сумок, аксессуаров в год. И ещё есть такая интересная статистика, что сегодня американцы, это об американцах здесь статистика, я думаю, что не только американцы, сегодня американцы покупают в 5 раз больше одежды, чем в 1980 году, то есть чем 40 лет назад. Это интересно, это значит, что 40 лет назад, я думаю, что людям не нужно было так много, а нам сегодня нужно. И это эффект вот этой быстрой моды, маркетинга. Также это не только для быстрой моды, но когда мы делаем одежду, мы используем пестициды и другие химикаты. Например, хлопок. Хлопок это не синтетический материал, это натуральный материал. Например, я люблю хлопок. Но чтобы растить хлопок, выращивать хлопок, выращивать это когда дерево или растение, цветок больше, 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 больше. Мы используем пестициды. И чем больше одежды мы покупаем, тем больше пестицидов. Также 10% газов, которые идут в атмосферу, это текстильная промышленность. Промышленность – это индустрия. 20% всех сточных вод. Сточные воды – это вода, которая нам не нужна. Мы её использовали для чего-то. И больше она не нужна, она идёт в землю. Я не специалист по геологии, но, наверное, это не очень хорошо. Например, чтобы сделать футболку, чтобы одну футболку произвести, нужно 2000 литров воды. Это для меня просто шок. 2000 литров воды, чтобы одну футболку. Не знаю, как, но так пишет Википедия. И, конечно, сегодня самый-самый большой аргумент против такой быстрой моды – это вот эти люди, эти заводы в Азии, например, в Бангладеше, где люди работают как машины. Я смотрела много документальных фильмов о жизни этих людей, и она, конечно, ужасная. Я понимаю аргумент, что, ну, для них эти 10 долларов – это много, но как они работают? Они работают как машины. Я думаю, что человек не должен работать как машина. Но я, например, смотрела другой документальный фильм, репортаж про заводы в Китае. Заводы, где люди делают новогодние украшения. Украшения – это как декорация. И там, например, я видела заводы, где люди работают очень медленно, спокойно. Там есть молодые люди, там есть мужчины, женщины, там есть пожилые люди. И какой-то ритм такой очень спокойный. Но вот в этих текстильных заводах в Бангладеше – это кошмар. Они как роботы. Тук-тук-тук-тук. Я думаю, что человек не должен работать как робот. Роботы должны работать как роботы. Кстати, от 70 до 90% людей, которые работают на этих заводах – это женщины. То есть есть такой момент эксплуатации женщин, потому что женщинам можно платить меньше. Когда мы видим вот эту картину, директора этих ЗАР и Эйчем – это мужчины, и внизу работают женщины. Это немножко символично, мне кажется. Ещё один аргумент против быстрой моды. Для меня это самый неприятный аргумент. Я понимаю, что люди работают в бедных странах как роботы, но я должна сказать, что тоже для меня это люди далеко. Конечно, трудно вот так думать о них регулярно всё время. Но мне не нравится этот момент манипуляции быстрой моды, что мы покупаем вещь и уже через месяц она уже не модная. Уже новая коллекция, новые вещи. Эта вещь, она уже не модная. Для меня это манипуляция, этот весь маркетинг. Кстати, есть очень интересный термин экономический. Это планируемое устаревание. Или плановое устаревание. Устаревание – это когда вещь, она не старая ещё, но она не работает, и мы не можем её использовать. Вообще, так говорят обычно об электронике, которая ещё работает хорошо, но там есть какие-то элементы, которые не работают, и мы должны покупать что-то новое. И в моде планируемое устаревание – это значит, что мы купили вещь, может быть, три месяца назад, но она больше не модная. И тоже качество. Качество – это хорошо сделана вещь или плохо. И качество в быстрой моде обычно плохое. Мы поносили, может быть, месяц, и потом всё, больше некрасиво, не можем носить. Вот, и для меня, я вообще очень не люблю разные формы манипуляции, поэтому для меня это такой самый неприятный аргумент. Я вам расскажу немного о своём опыте моды, и вообще быстрой моды. Я должна сказать, что мне кажется, что это наш вкус, наша любовь к моде, это абсолютно естественно, то есть нормально. В разных репортажах говорят о людях, которые видели войну, кризис. Мы с вами слушали подкаст о поколениях. У меня на русской даче есть подкаст о поколениях. Поколения – это люди одного возраста. Были поколения, у которых не было красивой одежды в России, например, модной одежды, разной одежды, всё было одинаковое. И я думаю, что это нормально, что нам хочется, мы хотим покупать что-то новое. Поколения моих родителей, они, женщины, очень любили красивую одежду, потому что когда они были молодыми, у них не было этого. И вообще у нас у людей есть такая любовь к новому, к чему-то новому. Мы хотим быть красивыми. И в репортажах даже люди говорили о допамине или дофамине. У меня тоже есть подкаст о гормонах. И дофамин – это такой гормон, химический элемент, который есть в нас, в нашей голове, когда мы получаем что-то новое, когда мы красивые. То есть мода может быть как наркотик. И для меня, дорогие друзья, у меня был момент в моей жизни, когда покупать одежду, это стало как наркотиком, как зависимость. Зависимость – зависимость – это когда мы хотим всё время это делать. Может быть, сигаретная зависимость, может быть, алкогольная зависимость, наркотическая зависимость. А есть люди, у которых зависимость от шопинга. Они шопоголики. Вот. И у меня был такой период. Я переехала в Париж, в новый город. У меня не было здесь друзей почти. И вот каждое утро я открывала один сайт. И на этом сайте каждый день были новые какие-то товары. Обувь, одежда, всё очень красивое. Я помню, что я каждый день что-то покупала. И это было недёшево. То есть, это были деньги каждый раз. Я получала потом эти вещи, и очень часто они мне не нравились. Сейчас говорят, что можно, конечно, вернуть вещь, возвращать, вернуть, значит, вещь у нас, и потом опять в магазине. я не знаю, почему каждый раз эти компании не хотели их брать. И сейчас я вижу у себя в гардеробе, что эти вещи, которые я покупала семь лет назад, больше нет ничего у меня в гардеробе. То есть, это была такая быстрая мода. И в какой-то момент я сказала себе стоп-стоп, что-то не так, что-то неправильно. я покупаю эти вещи, я их не ношу, мне это не нравится. И у меня был такой метод. Вы знаете, онлайн можно положить вещи в корзину. Корзина это такой элемент на сайте виртуальный, где вы видите, что вы хотите купить, но вы пока не купили. Я кликала клик-клик-клик, эти вещи были в корзине, и потом я шла пить кофе или чай, или гулять. Был какой-то момент между моментом, когда я положила их в корзину и покупкой. И потом, когда я приходила опять, я смотрела на экран, и я думала, нет, я не хочу эти вещи, они мне не нужны в реальности. И потом я удалила свой аккаунт из этого сайта, и сейчас я никогда одежду онлайн не покупаю. Вот моя маленькая история. Что я думаю об этой ситуации с быстрой модой? Я думаю, что это трудный вопрос, потому что я думаю, что очень трудно всё контролировать, всё, что мы покупаем. Я знаю людей, которые стараются всё контролировать, и эти люди живут обычно в паранойе. Либо у них очень много времени, чтобы читать, и мне кажется, это очень хорошо. Либо это люди, которые боятся всего. То есть, если это еда, то они смотрят, нет ли там пестицидов. Если это одежда, они смотрят, где одежда сделана, из каких материалов. Но тогда нужно всё смотреть. Книги, микрофоны, компьютеры. И я думаю, что это практически невозможно для меня. Я не такой человек. И также есть люди, которые просто любят моду, любят новую одежду. И мы не можем не покупать одежду. Может быть, однажды мы можем. Мы сможем все ходить без одежды, голые. Но пока наша культура, это трудно в нашей культуре. Какая у меня сейчас стратегия? Эта стратегия меняется, но сейчас у меня такая стратегия. Я покупаю очень мало одежды. я покупаю только когда мне нужно что-то конкретное. То есть я не захожу в магазин просто посмотреть. Если я иду в магазин, не только одежды, но вообще магазин, я должна знать, что я хочу. Например, вот у меня были джинсы, я долго-долго их носила, и они уже старые, на них дырки. Дырка это когда в текстиле, обычно в текстиле место, где нет материи, это дырка. Например, у меня уже дырка на джинсах, кстати, это может быть модно, и мне нужно купить джинсы, и я иду в магазин с конкретной целью, идеей, что нужно купить джинсы. Также я покупаю только вещи универсального стиля, но тут я должна сказать, что я просто люблю такие вещи. Я люблю одноцветную одежду. Одноцветный значит один цвет. Обычно мода это какие-то элементы на одежде, это какие-то очень характерные узоры, узор это как рисунок, узор. Это какие-то фасоны необычные, оригинальные. Обычно мода это что-то оригинальное. Я покупаю одежду очень универсальную, без стиля, без моды, одноцветную. Я могу её без проблем, я уверена, носить через пять лет и десять лет. ещё одна вещь, когда я покупаю вещь, я вижу, например, сразу, что качество не очень хорошее, в магазине я это не видела, но дома я это увидела, я возвращаю вещь. Возвращать, вернуть, значит сказать, что я больше не хочу эту вещь. и у меня был пример, я была в Англии, я купила пальто, которое мне очень понравилось, оно было очень красивое и дорогое, но я носила его два дня, и я увидела, что оно очень плохого качества. Все пуговицы, пуговицы, друзья, это такие элементы на одежде, чтобы закрыть или открыть, одежду. Например, пальто. Все пуговицы уже почти оторвались, то есть они были уже не на пальто. И я пошла в магазин, и я сказала, мне не нравится качество, вот, пожалуйста, я не хочу его носить. Я думаю, что есть люди, которые два раза поносят и потом видят, что они больше не могут, и всё равно потом это пальто будет у них дома. Я не такая. И тоже недавно я открыла для себя такой концепт, например, для обуви. Я покупаю обувь в компании, которая даёт гарантию. гарантия гарантия это когда фирма говорит, что мы гарантируем, что, например, год или два года у вас не будет проблем. Если у вас будут проблемы, мы будем ремонтировать вашу обувь. И эта идея мне очень нравится, и я купила себе кроссовки, кроссовки это спортивная обувь, с гарантией, фирма даёт два года гарантии. Да, я забыла сказать, что я ношу вещи долго, слишком долго. Иногда у меня уже дырки, и я думаю, что надо покупать что-то новое. Но у меня есть такой плюс, что я работаю дома, я не хожу в офис, не встречаюсь с клиентами, мне не надо иметь всегда супер красивую одежду. Я думаю, что часто это проблема женщин сегодня, быстрая мода. Я думаю, что с детства наши мамы, бабушки, тёти, они нам говорят, что нужно быть красивой, покупать новые вещи, всегда быть модной, да, если ты будешь плохо одеваться, ты замуж не выйдешь. у мужчин может быть меньше проблем, но есть тоже мужчины молодые, и сегодня у нас есть Инстаграм, молодые люди фотографируют себя в новой одежде, и другие молодые люди тоже хотят хорошо, модно выглядеть. Выглядеть это значит как мы видим людей. Вот так, аргументы за быструю моду, против быстрой моды, пишите пожалуйста мне на имейл, в фейсбуке, в инстаграме тоже у меня, пишите, вы за быструю моду, вы против, и как вы думаете, вы потребитель быстрой моды, потребитель, еще раз человек, который что-то покупает, использует, может быть вы потребитель медленной моды, это сейчас новый концепт, медленная мода, когда мы долго носим что-то, вот, пишите мне, надеюсь, что вам понравилось, приходите на русскую дачу, смотрите мои видео в ютубе, пока-пока! субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok